Угрожает лесам региона не только огонь, но и вырубка в Керенском районе. Осудили очередных черных лесорубов. В 2017 году работники лесничества, воспользовавшись в служебном положении, с нарушениями заключили договор с бизнесменом о продаже древесины на нужды местного населения. Для работы наняли бригаду лесорубов. В итоге за три года они заготовили более 11 тысяч кубометров древесины. Сумма ущерба составила 22 миллиона рублей. Теперь же сотрудники лесничества и их соучастники проведут в колонии общего режима от трех до пяти лет. Тем временем в Качугском районе под угрозой уничтожения оказались не деревья, а тальминские писаницы и несколько стоянок древнего человека. Первыми тревогу забили местные жители и археологи. Они обнаружили вблизи скал с петроглифами, скважины со взрывчаткой, поваленные деревья и отпечатки тяжелой техники. При этом тальминские писаницы по значимости не уступают шишкинским. Возраст древних рисунков составляет от 8 до 12 тысяч лет. Археологи в шутку называют петроглифы древними соцсетями. Так наши предки фиксировали значимые события жизни и свое видение мироустройства. Вокруг также расположено сразу несколько стоянок древнего человека. Рядом с ними как раз и провели взрывные работы. Местные передали информацию общественникам, так о ситуации узнали надзорные органы. Прокуратура Иркутской области организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о проведении взрывных работ в Качевском районе вблизи археологического памятника. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также проверку начал Следственный комитет. Специалисты уже работают на месте. Также там побывала служба по охране объектов культурного наследия. Выяснилось, что взрывные работы повредили стоянку Хартей-2. Площадь разрушения 600 квадратных метров. Восстановить участки не удастся. Подрядчик, проводивший работу, получил предостережение, а заказчика устанавливают. Было ли у них разрешение на работу, пока неизвестно. По оценкам археологов, местные стоянки датируются Бронзовым веком. Писаницы же пока не пострадали. Но археологи беспокоятся, что взрывы могут ускорить естественные процессы разрушения памятников. А еще создать угрозу для местных жителей и туристов. Но больше всего специалисты опасаются, что эти петроглифы постигнет участь манхайских. Эти скальники с символами Бронзового века в Усть-Ордынском районе уничтожены.